Друзья, всем привет! Там интересная история. Депутаты уже готовы раздать друг другу глотки. Каблук Скобеевой зацепился с депутатом из Дагестана. Будет интересно, сейчас покажу вам. Интересно, чем все это закончится. Не забудьте подписаться на канал, лайк, палец вверх, комментируйте. Поехали! Итак, Каблук Скобеевой Попов написал, что звонил Хамзаев, угрожал, бывает. Кто такой Хамзаев? Султан Хамзаев. Депутат Госдуры от Дагестана. И он борец за истинные ценности. И оскорбился Хамзаев за то, что во Владимирской области, вроде как, где Владимирская область, где Дагестан, где Хамзаев. Но он тоже все объяснит вам Хамзаев. Во Владимирской области запретило местное управление образования, министерство образования Владимирской области, как звучит-то. Запретило ношение хиджабов, никабов в школах, в общем, предметов одежды, которые означают религиозную принадлежность. Это же поддерживает Бастрикин, кстати, любимец российских нацистов теперь, глава региона Меликов. В общем, все они решили. Но тут депутат Хамзаев пришел, значит, на заседание Федеральной службы по делам национальности, где были представители Владимирской области. И в такой, в общем, откровенной и, можно сказать, хамской манере им там вот решил их поучить. Послушайте. А где критерии, как вы считаете? Где больше патриотизма, где меньше патриотизма? Что? Секунду, я никого из вас не перебивал, но эти культуру так же разговоры. Хотите сказать, попросите, вот есть тот, кто председатель, он вам даст слово. Я еще раз говорю, культуру соблюдаете разговоры. А тут какие-то идиоты, вы меня, извините, в регионах решили, значит, показать противодействие этой же большой, важной, нужной политике. Зачем Министерство образования Владимирской области лезет в провокационные предложения? Я не могу, честно говоря, ответить на этот вопрос. Что там? Вопрос с вношением, значит, религиозного платка так принципиально стоит? Нет. Что там? Такая статистика, значит, тех, кто школу ходит? А что это за прецедент, который противоречит полностью Конституции Российской Федерации? Вы извините, мы здесь вам в поддавке не нанимались никто никому. У нас, мы депутаты, нас люди избирают, в отличие от чиновников, вас назначают. Мы здесь отвечаем с точки зрения позиции общества. Поэтому будьте добры, слушали, воспринимать или не воспринимать. Это первое. Что касается, значит, религиозных платков. Слава Богу, что в Гагистане с мозгами все нормально. Мы никому не запрещаем ни крестики, ни пейса, ни что-либо другое. Мы к этому подходим уважительно и принципиально. Это наша культура, в общем, в целом. Так же, как и в других, я имею ввиду, субъектов Северно-Кавказского федерального опыта нашего. Владимирская область, значит, впереди планеты всей, бежит со своей глупой инициативой. Почему они должны с вами не играть по этому поводу? Влияйте, работайте со своими подчиненными. Ну или глава региона, кто он такой вообще? Почему он должен запрещать? То, что родитель, ребенка, значит, в тяжелом, современном, агрессивном мире. Здесь у вас, значит, хобби-хорсеры, квадрогеры и прочее, это все баламут. Ребенка, значит, воспитывают в религиозном, правильном состоянии, отправляют в школу, а вы говорите, нет, это все не важно, снимай, уходи, значит, и занимайся по-другому. Вы что, важнее, чем Конституция России? Нет. Поэтому давайте каждым своим делом будем заниматься. Я буду говорить, так как я считаю, нужно, нам в любом месте, в любом, что называется, статусе отвечать готов за свои слова. Любой тот, кто мне сейчас, вот, в течение пяти минут докажет, что в Дагестане, значит, так называемое, то, что вы называете, российская идентичность, меньше, чем Чеченская республика, в Карачае, в Черкесе, как вы здесь утверждаете, понимаете? Это данные социологические последовательства. Это вранье, по сути. Я бы сейчас вам сказал, что служат, вот, наших ребят, которые служат в поле специальной военной власти, давайте, давайте, вот это показатель того, является ли Дагестан, и считает ли себя субъектом Российской Федерации, где выше или меньше, а не статистика на ресурсе. Ну, в общем, вы слышали, сами они идиоты, мира их глупая. В общем, Хамзаев недоволен. Дальше это видео появилось, понесся хейт там в соцсетях, и Хамзаев вышел ответить хейтерам. Послушайте. Почему депутат Хамзаев, дагестанец, ну, это я, понимаете, да, значит, советует чиновникам во Владимирской области? Давайте я проведу небольшую тогда вам политическую азбуку, для тех, кто, соответственно, не понимает, в кавычках, ну, и делает вид, что не понимает. Депутат Государственной Думы Российской Федерации представляет интересы Российской Федерации всей страны. От А до Е, от границ, что называется, от севера на юг, от запада на восток. Я думаю, это всем понятно и очевидно. Но не вот этим конкретным личностям, которые считают, что это какой-то такой сложный, но правильный вопрос, который надо задать и, значит, увести тему в сторону. Депутат Государственной Думы представляет страну в парламенте, в том числе регион, откуда избирается, но при этом является парламентарием Российской Федерации, если вы не понимаете. То, что сделали владимирские чиновники, это, конечно, глупость чистейшая. Да, я назвал, что это идиоты. Для того, чтобы понять, что такое идиот, определите понятие идиот с точки зрения древнегреческого определения. И вы поймете, что имел в виду депутат Хамзаев. Если вам для этого нужны поисковики, идите и действуйте. А не играйте в режим обиженок, который, значит, потом вдруг, ой-ой, нас там обидели. Я сказал свое конкретное мнение. Что касается, значит, отдельных шовинистских групп. А вас я вообще презираю. Те, кто сегодня говорят с точки зрения национализма, просто услышьте меня. Я вас презираю. То я бы порядок навел моментально. Потому что таких нацистов везде хватает. Ну, вот так ответил он хейтерам. Значит, Хамзаев стоит на своем. Тут ему в Тичични. Советник Кадырова сказал, ну, в общем, понеслась. Ну, тут, на федеральном канале вдруг полезло в федеральное телевидение. Значит, гость у Попова и Скобеевой, в этот раз не Фица, а какой-то, значит, их там додик местный, начал, значит, возмущаться поведением Хамзаева. А демократия. Вот есть демократия в нашей стране. И вот я с удивлением сегодня увидел в сети, как депутат Госдумы, Хамзаев, приехав, как я понимаю, во Владимирскую область, руководство, которое решило, чтобы дети в школу ходили, не нося на себе знаков религиозной принадлежности, хиджаба, никаба, еще нужно разобраться, что это такое, в томном случае, приехал, я как понимаю, туда и устроил выволочку местным чиновникам. То есть сам в сети это гуляет. Я не знаю, покажет ли это телевидение наше, стыдящиеся некоторых моментов. Но тон разговора, ну, я не знаю, если со мной так говорил человек, депутат он, не депутат, я бы в самом мягком случае просто вышел бы из зала. Из своего? Да послали бы куда подальше. Ну и Попов с ним согласился и назвал Хамзаева прямо хайпажором, который в погоне за кликами, ну, то есть за просмотрами, значит, хайпует, мол. Итак, говорил о Хамзаеве, честно говоря, оскорбительно, пренебрежительно. Тем не менее, есть такая беда, еще раз, да, журналистское мнение абсолютно. Некоторые избранники народа считают, что им можно больше остальных. Они ошибаются. Им очень часто начальство объясняет, что они ошибаются, в том числе и в Государственной Думе. Второе. Есть среди избранников народа, я не побоюсь этого слова, хайпажоры. Вот перечисленный вами гражданин таким является, к сожалению, и работает на клики. Работает только на то, чтобы его сообщения, упоминания посмотрели в социальных сетях. Никакого отношения к решению дискуссионной проблемы это не имеет. К сожалению, это кидает тень на парламент. Вот так говорил Попов о Хамзаеве. Говорит, начальство, мол, поставит дурачка на место. Дурачку, похоже, это не понравилось. И Хамзаев, значит, написал то, с чего мы начали. Звонил Попову, угрожал. Бывает, это уже написал Попов. Посмотрим, что будет дальше. Кто из них, кому будет теперь извиняться? Хамзаев перед Поповым, Попов перед Хамзаевым. Или кто из них, кому будет раздать глотка? Посмотрим, будет интересно. Вы обратили внимание, как Скобеева с восхищением свела на мужа, который борется с Хамзаевым. В общем, посмотрим, кто там кого. Но что очевидно? Очевидно, что бурлит у них там внутри конкретно. И уже Z-WN-Kore угрожают третьей чеченской. И, значит, мол, Хамзаева на место, к ногтю. И что, мол, Чечня в авангарде исламизации России. В общем, мягко говоря, у них там немирно. Бурлит, ого-го. Они эту крышку пытаются держать на этом котле, знаете, так посильнее. Но не получается. Крышку точно сорвет. Рано или поздно. Не забудьте подписаться на канал, жмите лайк, комментируйте. Держим строй.